бодрое утро всем кто теме на дворе у нас 4 ноября 21 чернигов выдвигаемся помните на этом прям очки катался на загрузку проедем сейчас едем в сторону мены будем грузить дсп сегодня выгрузка будет в одессе бывший не вышел и сейчас есть автобусный парк черниговский с территории автобусного парка выруливаем время кстати какое у нас 636 половина седьмого утра праздничком едем на загрузку дальше по мгруженными тонн 20 не меньше короче дали буду это только начало так рода но вспоминайте как этот пост называется теме сейчас посмотрим комментариях и помните тут фамилия инспектора с которым мы когда-то тут общались назовем это так она в комментариях напишите сахутилка в этой сахутилке у нас и загрузка на этот не был ни разу первый раз так приблизительно рассказали плюс помощь google maps сейчас будем ориентироваться по местности так деревня это школа походу что-то другое это не знаю так тут ленка подход точно мне говорил здесь между двумя магазинами два магазина направо точно рома я вот и таки говорил короче почти приехали все побачим что за европейский завод 8 часов 7 минут это время начало 9 вот развозка когда-то для работников походу не это ли оно здоровенько булы фанера где у вас тут делается как не лучше заезжать прямо походу лена ритула что нас слева находится чувак говорит с правой стороны он искать шо тут и как не загребен сама а тут станем возле этого лесового зубы на мост рядом с лесовозом сейчас узнаем все маневры необходимое шо куда как откуда и почему а как так тормозил ся пойдем оформляемся так что-то походу у нас сегодня транспортный контроль будет останавливать смотрим на него не будет значит едем далее смотрим 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 на этот дятла смотрим 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 Попрыгай, попрыгай, блядь, урод, блядь. Куда ты прыгаешь, мостник, блядь? Что ты, блядь, обезьяна ты лысая, блядь? Посмотрим, где он стоит, блядь, и шаг, блядь, ебаный мая. Блядь, высочина, блядь, смотрим, блядь, куда зашел, блядь. Мужики, придержите петуха, тут, блядь, ВТ номера 4677, блядь. Провернеть проворочную дорогу, Р-03. Охорно, блядь, машина, блядь. Папкин, Сдель… Тоже, он же плане оведен, аптолит, обещаете? Через 9 километров,RI-3, на гильте трубы,изъездная, 0,3,3… будем таким образом мучить для петушни лапы чёрки всем бодрое утро 5 октября 6 30 утра гляньте на каком я охуительном паркинге остановился тут где-то в районе 10 вечера ранее 22 00 при полной темноте 30 гривен за него заплатил и посмотрите как какое у нас покрытие сейчас посмотрите я покажу шедевры этого паркинга еще у этого охранника который подошел молодой пацан 3 гривен бродиары туалет и да конечно нормально вообще нормально просто туалет и вода и да все умывальник есть чтобы вам было понятно смотреть этот весь грязи мест вот это вот туалет вот это за этим вагончиком вот сейчас я вам покажу визуально а вот это вот умывальник нормальный туалет нормально а умывальник есть с водой да конечно есть вот умывальник а вот это вот серый серый такой с дыркой туалет без света без никуя грязный короче но месиво такое что я читая сам охуел от этого маневра как как я сюда заехал вообще обычно такие места здоровье понимаю о чем речь и сразу брать валю отсюда вообще равно и правда конечно уже под убитый был откровенно говоря уже голова немного качалась кстати сюда можно было тоже выехать не знал но паркинг хуйня полнейшая не дай машина таком брать провести уикенд особенно в европе еще находясь я уже думал такое не существует даже в украине даже вам поверьте есть еще такие места фу бомжатник бомжатник редки я даже не знаю как это называется этот деревня по знаку это я уже кривое озеро но уже меня сзади я проехал морская там 50 лет этого кривого озера может даже вот где-то да посмотрим что у нас за населенный пункт но страшно-страшно пока даже не вижу что за хуйня так едем на одессу почему-то что еще у нас 80 до точки плюс весовой контроль плюс заезд в одессу плюс эти хуяльники хуяльники едем дальше вроде бы заправка такая смотрите тут мото 45 но ну такой мотоцикл ну блин грязище блять рядом ну просто капец короче говоря вроде чуть-чуть асфальта там есть откуда эта грязь здесь в таком количестве симпатичная местечко если смотреть с дороги смотрится красиво и риман и 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 ну в и и и и Это опять гадюшники вот идет, придорожные. Все заброшено, открыто. Так, Романа Влеча сейчас за знаками посматривать надо, чтобы он тут не наделали фотографии потом с нашей мордой. Когда-то здесь вот останавливался, я помню, на этом парке, но не ночевал. Ну, не ночевал. Ну, не ночевал. И тут мост, помню, последнее, что было понятно, я здесь, наверное, в году 14-м был приблизительно, не раньше и не позже, где-то так. То есть, семь лет меня не было. Вот здесь вот дорожка была такая подупитая, смотрите, камер сколько понавесили. Сейчас так прям вот этот мостик на уровне выглядит. Так, спереди у нас там будет ОЗГАИ, помните, мы тут снимали телепередачу, как взять 200 гривен с ГАИшника в далеком, по-моему, 2012-м, 9 лет назад. Вот время бежит, кто ел и палый. Так, сейчас прервёмся, подъедем ближе. Так, он уже первый товарищ стоит. Зерновод в ожидании чего-то. И гляньте, как они становятся, посмотрите. Ну, возможно, он, конечно, поломался, возможно. Не факт, ООО. Не факт. И вот заправочка, с которой мы снимали кино о ГАИшниках. Так, знаки указывающие запрещено, запрещено. Думаю, мимо поехало. Без весов сегодня. Я думаю, если не доводят, конечно. Вот эти, товарищи, весы попроходили с моими 20 тоннами. Тут, конечно, делать нечего. Так, вот у нас въезд до Одессы. Так, погнали до развязки и далее буду еще нам, сколько, 25 километров до точки. Так, ну шо, мы безперешкодно в Одессе. Я еще там после вагового контроля заехал на нормальную заправку, которая называется Сокар. Сбросил балласт в унитаз. Ну, только не подумайте о том, что не с перепуга это было, с жизненной необходимостью. Так, притормаживаем. При входе, при заходе в поворот. 15 километров остается. Через 200 метров. Тривайтесь левише до объездного дорога. Кстати, маску забыл дома. Ну и думаю, надо купить. И вроде как такая, ну, как сказать, недешевая заправка Сокар. Вот. Такая маска хорошего, хорошего качества. Спрашиваю, сколько стоит? 5 гривен. А вчера останавливался хавать солянку, бештек с яйцом и салат взял на Маршале. Эта же маска 10 гривен на Маршале. Одна, одна штука. Не на бор, там из 10 штука, а одна штука. Вот вам и уровень заправок. Вот. На одной, вроде как бы, дороже топлива, но сервис охуительный. Так, так, так. Начинаю тоже по чуть-чуть покачивать. Блядь, следствия. Съехали. Так, ну что, сейчас еще тут такая говнистая дорожка. Ничего интересного. Сейчас покатаемся еще чуть-чуть позже, посмотрим, как нас будут ждать на Одессе кабели. Так, себя будем нарушать, народ. А именно на улицу Лиманную поворачивать. Именно сюда нам надо. через 200 метров. Поверните леворуч на улицу Лиманна. Лиманна. Я был когда-то в этом загашнике, поэтому еще на своей фуре на примаке катался здесь. Даже стоял один раз. Сейчас покажу даже где. Поверните леворуч на улицу Лиманна. Леворуч. Скалень, блядь. знаков понавешивали, конечно, знатно. Через 1 км 900 метров. Поверните леворуч на Миколаевскую дорогу. По знакам, блядь, такое ощущение, как вроде в центр города едешь, чтобы я, блядь. Тут тебя не ждут, короче говоря, на грузовике. На самом деле, обратите внимание на это. Корочи наедет. По правой стороне такая стоянка будет. Сакаровская заправка с левой стороны перед ЖД переездом, так по памяти помним. Кстати, дорога намного лучше стала здесь. Не идеальная, но получше будет, чем раньше. была. Лучше, чем была. Так, что нам показывает 233. Выйезд показывает, что нам 233. Мы приближаемся до залезничного переезда. там, где-то переписывается annya. Какой-то такой, блин, райончик такой депрессивный. Смотришь Вот Сакаралска с заправочком, по которой я говорил. Вот же до переезд, куда нам надо. И на этом светофоре нам налево, типа Николаевского, подсказывает вам Чувиха, Николаевска дорога. Лиманная улица, видите, но вполне красивая улица, так себе. Явно не соответствует названию. Походу, что-то с поворотом то ли пешеходы мешают, но мы в этот сигнал не проедем точно. Хотя бы еще за следующий проехать. Поверните леворуч на Миколаевскую дорогу. Так, стоим, Роман Олегович, стоим. Желательно, удачно тут, блин. Перекресток такой, конечно, хаотический, блин. Как для машины, еще плюс пассажиры, эти пассажиры бегают, пешеходы. Да нет, вообще никого нету. Так, ну вот с правой стороны Одесс-кабель уже вижу. Вот, и можно к нему заезжать такие ворота с трамвайным переездом, но я, походу, думаю, что это не они дальше, да. А здоровье комплекс под Одесс-кабель. И трамвайная остановка я вижу. Трамвайная остановка. Ага. Ага, ага, есть такое. Ага. Зеркаль, код я проезжаю. И следующие ворота, да, ты говоришь, ага, я уже вижу их. Ага, понял, Ромчик, давай. Синего цвета, да, так сразу в юге. Можно заезжать туда в них, да? Ага. Хорошо, понял, заезжаю сразу, добро, давай. Синего цвета, да, так сразу в юге. Добрый день. На выгрузку фанеру приведет. Фамилия. Лихопол. Лихопол. Да. Если заявка есть. Так. Будни украинского дальнебойщика. А если есть, а если нету, и начинается. Если она есть, а если нету. Ну, за воротами нету. А я здесь не могу, остановиться тут. Только туда ехать. Помоги мне. Короче, выгоняет. Нельзя и все, пиздец, короче. Выезжаю за одним ходом, попытаюсь там, чтобы охранник помог. Бля, выехать. Тут же город еще тот, бля. А я не вижу, светофор работает или нет? Да, сейчас он переключится. Он переключился. Давайте назад. Короче, Ромчик, ты тут еще, не? Вот так вот приходится выгружаться, народ, видите? Даже светофор включали ради того, чтобы меня сюда запустить. Сюда, это вот сюда. Чтобы вам было понятно. Приехал на выгрузку, а у вас заявки нет. И бейтесь как хотите. Так, ну что, так, пока постоим. Подождем, как говорится. Так, Роман Андреевич. Тормозим, короче, коня. Так, ну что, народ? Сейчас будем задним ходом заезжать. На выгрузку. Посмотрите, каким образом это будет сейчас выглядеть. Так, как у нас. Все именно через жопу. А жопа, вы знаете, это именно задняя часть нашего тела. Соответственно, и тут практически так же все организовано. Плюс-минус там, с небольшими изменениями. Поэтому, что мы сейчас делаем. Вы видите направление моего движения. Я думаю, вам это понятно. У меня в чем, что при этом нам надо попасть вот в эти вот ворота. Как ни странно. И в этих воротах, естественно, сразу появляется у нас что? Люди, которые тоже хотят быстро выехать от Седова. Я их тоже понимаю. Так, и тут еще вот по центру такой фиксатор ворот. Блядь, и он такой реально слегка острый. Из двух половин находится. Так, и тут нам сказали подчекать пока. Сейчас встанем подчекаем. И дровняемся, помните, что? Пит-бордюрчик. Вот так вот, видите, тут надо чутки стоять. Не я, лошара. Вот так вот, опс. И пойдете. Ну что, будем чекать. Так, дело в следующем. Значит, все-таки мы заехали. Пошли у охранника вот такой пропуск взяли. Вот, с выписанной моей фамилией. Хотя и с ошибкой. Ну ладно, одна буква И, крапка, и твердая. Ну, это хуйня. Ну, а переданы были мои сведения охране. И не мое водительское удостоверение. Ну, как бы тут я не удивляюсь. Это же менеджер, который мне вчера звонила девушка раз пять за целый день. А что, что мы там беспокоимся? Ну, чем больше беспокоиться, тем больше, естественно, ошибок делают. Как грамматически, так и по сути. В таком плане. Но, к чему веду? Вот это, несмотря на вот этот все корявый заезд, корявую стоянку, вот это отсутствие вот этих данных обо мне, типа, на вас пропуск не делали там и так далее, на вас заявки нету. Реально нормальный охранник. Вот, подошел такой, по-человечески, все. Вы первый раз здесь все на вы, да, первый раз. Все объясни, вот туда-то едьте. Вот так вот, ну, там-то, короче, там выгрузитесь, потом, говорит, вернетесь сюда, вот здесь вот запаркуетесь, так, чтобы, типа, не мешать проезду. Пройдете там в стеклянное здание, зайдете на первый этаж, кабинет 113, проштампуете документы и на выезды. Ну, пиздец, у человека не просто с офиса, а подошел, прошелся со мной вдоль машины, показал направление, влево куда, вот сейчас я поехал, и вправо потом, куда мне надо пойти. Ну, все. Ну, вот я к чему веду, зачем это я говорю, что иногда вот такие маленькие люди, типа этого охранника, делают такую погоду на будущее, то есть, о которой потом складывается мнение в целом о фирме. То есть ты приехал на фирме, вроде не... О, подожди, он мне говорил, блин, это... А мне он говорил, упресся у барабаны, ну, вот это как раз барабаны и есть, я в них и упрелся. Говорит, едь до конца, упресся у барабаны, ну, вот это, походу, я так думаю, что это как раз и есть то место упирания, но там еще дальше можно проехать, хотя знак был указатель движения налево, точнее, направо, извиняюсь. Ну, мне, говорит, сюда. Чего, блядь, туда пешком сходить, потому что мне, говорит, до конца едет, пока не упрёшься. И будут по две стороны кабеля, барабаны, ну, вот кабеля, барабаны я уже вижу. Но не вижу, то... Знак меня смутил, что движение направо, а я прямо, хотя кирпича тут не было, блядь, в принципе. Ну, хорошо, сейчас пойдем еще, спрошу, дальше, далее будет, дальше еще выгружаться, бон. Так, ну что, ситуацию нам прояснили, сходили, походили чуть-чуть, но нашли. Шо и куда. Сейчас будет заключительный маневр, а именно место постановки автомобиля. под выгрузку. Предприятие, кстати, рабочее, народ так все шумит, короче, куча проездов, шел сюда, в этот склад, там, короче, мотают эту кабель этот, или проволоку. Ну, она, не, кабель, кабель, правильно. Кабель, даже, Одесса, кабель. Короче, производство тут рабочее. Видите, вот, народ шурхается понемногу. Сейчас, бом, под левую сторону встанем, чтобы с левой стороны расчехлиться. Вот так это будет сие выглядеть. Так, Роман Валерич, блядь, надо было крутить тебе веселее руляку, сучара. Не рассчитал, чуть-чуть ничего, чуть-чуть назад дадим ток. Я почему-то клею сюда правее, потому что вот сюда надо встать как можно ближе, чтобы к каре было вот здесь вот место для маневров. Поэтому правой стороной... О, охрана бежит, смотрите. Превратилась уже, видите, до чего жизнь заставила. Заставила эволюционировать охранников. Так, вот, видите, к этим барабанам мы сейчас чуток прижмемся. Правой стороной вот так вот аккуратненько, так, чтобы не повредить ни свое имущество, ни барабаны чужие. Ну, вот так, я думаю, будет нормалек. Я так думаю. Ну, что, процесс. Начинаем. Молотки включать не будем. Чтобы было понятно, у нас карточки нету. Сразу говорю, для некоторых. Так, пойду я штору сейчас расчехлю, потом покажу, как будет процесс у нас выглядеть. Так, поехали понаблюдаем, что у нас тут с выгрузкой. Стоять, Роман Валерьевич. Стоять. Звуки вам. Так. Не пугаем. Тут звонок, блин, как раз. Алло. Здорово, батя. Самый неподходящий момент. Звоним. Здравствуйте. Здорово. Хорошо. Почему, блин, оно все время так получается, что когда свободен, никто ни хуя не звонит. Когда, блин, заняты, жопу рветные, сразу начинаются звонки. Момент там. Так. Показывает, что ни одна из пачек. Я ремни не подтягивал, но ни одна из пачек, видите, нет. Даже не пошла. Учитывая наши украинские дороги. Так. Все, все, все. Конты. Стоп, 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 стоп. Еще момент. Сейчас я гляну, там сверху конты должны быть. А нет, все забрал. Видите, какие у нас уголочки европейские. Размер. Видали? В Европе такого не встретишь. Но, тем не менее, они есть. И это уже радует. Что есть, как говорится, то есть. Так. Ремешки. Что, пойду, сразу убираем от седого. Не понадобится. Смотрите, какие дрова у нас. На стойку можно было бы сюда просто заделить. Стойку. И тут она сломана. Механизм. Вот эта часть, видите, она должна вот эту штуку подтягивать. Вот так будет продета сюда. И ее тягать. Видите, она отломана. Приходится пользоваться вот такой вот хуйнёй. Вот. Здесь работает механизм. Раз, видите. Разве он поднимает. Опси. Поднялась вот эта вся штука. И на тебя раз. И вот она. Опси вышла. Там и сломана. Но это не мной. Сломана. Это до меня. Еще первый раз этим. На этом прицепе. Смотрите, какая трещоточка маленькая. И тем не менее. Смотрите. Натяжечка. Прям ремень по струночке. Чувствуется как щелк. И чтобы вы понимали, что это в процессе. А то там проехало где-то 730 где-то километров. Даже не 730, а 750 километров. Вот это доехало из Черниговской области по нашим украинским дорогам. И нигде ничего, как видно, все на месте. Так что, при нормальном креплении, при нормальном отношении к работе, вот так это все выглядит. Сейчас я тут сразу ремешок в сторону откину. Жарко, 15 градусов у нас сегодня. Сегодня это у нас 5 ноября. Там на каждой пачке сверху вот эти пластиковые уголочки. Их мне надо забирать, чтобы остались у меня. Первая эта хуйня? Хуйня вот она. Хуйня. Продолжение следует... 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 трещотки тоже временно бросаем сюда пока не дождемся информации о следующем грузе вот известно что почем и куда когда возможно их придется спрятать ящик будут здесь вот это блядь нет это ремни ты даст процедура чесаря с ремнями не так если затягивать нужно все затягивать это тоже не самая легкая процедура вот это их еще когда складывают типа вот таким вот образом здесь еще 10 штук когда я работал это на адской работе там 15-16 15 штук веселой все так вот после каждой выгрузки вот так вот такую процедуру стиль выгрузился постягивал так все это в таком виде кантики мы складем в этот ящик у нас там в палетнице есть в правой подложил за да выруливаем от седова это сейчас уберем это пригодится вот туда так и мне сейчас чуть-чуть попозже так и мне уже жарко становится пойду свою лиску сниму вот и заодно наверно пока ползнемся почему наша работа видите однотипная ничего нового ничего такого чересчур интересного го так так себе скажем так речь запыхался еще только начало ты уже путишь как дед старый блин все у нас не за проблемка тут камера перестала нас видеть сейчас заставим ее увидеть нас и выключимся такси совершен какой короче чтобы руль отбросит на этом камазе так надо видеть здесь вот кнопку такую нажать раньше у меня прям очок был здесь вот левой ногой на упирается блин и руль на себя раз и пошел и блин я уже прямо к нету моего пляж 6 лет как проданы а все равно на именно туда тянется вот я не могу привыкнуть этот а рукой лезть туда короче говоря выгруза груздан выгрузились так более-менее быстро и отказал бы оперативно проблем нету сейчас документы надо будет забрать берем документы и принципе нас тут больше ничего не держит на этом заводе сейчас едем грузиться от же беевская дорога по моему 4 как это евро терминал я там первый раз на этом терминале строительные смеси какие-то грузить еще даже не знаю куда уточнял доски все проверил все доски забрали ничего не оставили даже переоделся другую одежду одел чистую футболочку чистые брючки носки вчерашние сейчас мужик красный шляпил идет в моем направлении вот показывает куда мне точнее никуда ехать и куда мне заходить документы отмечать документы сейчас отметим приклеимся с правой стороны вот какому портюрчику сейчас заклеим иконечка так-так-так-так-так-так-так рем-маром-маром они проходим близко чересчур заклеился но прошел но прошел но прошел так кроме нас тут тоже кто-то выгрузился блядь тут не между мусорками не проедут но сзади место есть так стране все документы оформлять так погнали от седова прошу видео такое ограничитель стоит чувак ну блять ну как ты так мог блять встать нахуй ну ну как ну блять сюда чуть-чуть прижми еб твоя мать стоял стоял блять видно что фура будет выезжать блять в любом случае нахуй дрочился дрочился блять и вот понимаете когда блять фура большая ты с первого раза заезжаешь блять а вот когда нахуй таким вот драчной такой маленькая тогда ты будешь ебаться крутиться блять вот думать нахуй как это делать блять понимаешь вот я заехал нахуй с двадцатью тоннами блять с первого раза нахуй блять эти же олени нахуй блять он будет с двадцать первого раза минимум блять нанимаете вот в чем отличие блять большой машины от маленькой я почему первый выехал потому что охранник не махнул я типа чтобы я первый он говорит я тебя сейчас включу светофор молот это светофор охранник включает они сам загорается охрана включает поехали роман лагеря от седала так ну что едем на загрузку на сегодняшний а прокатимся посмотрим что там за его терминал так проскочим на это надеюсь этого зеленого змея по ходу там похоже что ловите значок блять грузовикам запрещено конечно а чё бы нет а чё бы нет правильно это же одесса поэтому так и запрещено так я смотрю там направо уже кто-то дергается так и мне где-то сказали какой-то тут пьяной дорогой крутится вертеться надо не просто по ровной так вот куда они тут направо все уходят может иметь сюда надо на эту так называемую пьяную дорогу ну давайте мы остановимся посмотрим кстати по карте а то сейчас блять как начнут тут пьяники так я на секундочку встану тут посмотрю сюда ли это пьяная дорога идёная сейчас начнёшь крутиться блять тут бы крутасами там ты же ярмарочная нет ни сюда вот сюда понял вот она тоже время понятно так поехали роман валерий пока тут грузаки 200 и блять не вебались у нас так ну а блять рома ты олень сука хотел прямо поехать а стал блять вправо с поворотом ну блять тормоз перестройки на лезть знак блять движение направо я блять именно сюда и влупился ну этот он на крузаке так еще круче стал правее затормозил блять и сколько машин сразу пошло на ебан и свет на одно движение неправильно и посмотри сколько сразу мень нюансов будем стоять